Хэй-хэй, всем привет! С вами Юля, канал Польский Ту, и сегодня у нас снова рубрика стихотворения на польском, где мы снова будем его разбирать, смотреть на отдельные звуки, слова, произношения, и, конечно, практиковаться, читать всё вместе. Это очень полезно, почему? Потому что стихотворения ритмичны. Когда вы читаете что-то ритмичное, то вам быстрее это запоминается, и, конечно же, легче практиковать произношение, когда у вас есть рифма, когда легче попасть в темп, и вам будет быстрее запоминаться, конечно, вся новая лексика из стихотворения. Так что работаем так, как в прошлый раз. Сначала мы разбираем по кусочкам стихотворения, отдельные слова, отдельные звуки, а потом всё читаем ещё раз, вы сможете повторять это за мной, когда у вас будет стихотворение, да, всё на экране. Так что поехали! Но ещё перед тем, как мы начнём, я хочу вам напомнить, чтобы вы подписывались на наш Инстаграм, на Инстаграм мой лично, на Инстаграм школы польский ту, потому что там постоянно появляются новые слова, полезности, тесты, разные интересные ссылки, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы каждый день следить за нашими обновлениями и учить новые слова. А сегодня мы разбираем совершенно культовое стихотворение для Польши, для польской культуры в целом. Это стихотворение Качка-Дивачка. Автором является Ян Бжехва, очень популярный поэт, но Качка-Дивачка — это, во-первых, очень классное стихотворение с чувством юмора, в котором очень-очень много звука в Ч, который звук очень-очень важно потренировать, который мы обычно носители русского украинского смягчаем, но в Польшом он очень твердый, да, Ч, 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 Качка-Дивачка, поэтому советую досмотреть до конца. Ну то, что, начнем от первой части. Над речкой, оподаль крзачка, Мешкала Качка-Дивачка, Лечка замиазь тримацься речки, Робила пьесше вычечки. Тут у нас, как видите, уже в первом кусочке у нас много Ч, Ч, Мягкого и все это в месте. Над речкой, Ч, очень твердый, Оподаль крзачка. Оподаль обозначает неподалеку чего-то, да, недалеко, то есть в каком-то радиусе. Оподаль крзачка. Кшак это начальная форма слова, то есть куст, Кшачек, то есть кустик, да, что-то поменьше. Кшачек, Кшак, Кустик. Мешкала Качка-Дивачка. Слово Дивны обозначает странный, то есть Качка-Дивачка это будет что-то странное, да, Уточка со странностями, что-то такое. Нет хорошего перевода, как это так же прям в рифму передать, как в польском. Дивачка это какая-то странность, да, то есть странный человек с какими-то очень странностями большими. Качка-Дивачка, то есть странная утка, да. ЛЕЧ замиас тримацься РЕЧКИ, ЛЕЧ, а обратите внимание, очень твёрдое то, что ЛЕЧ, да, НО. ЛЕЧ, то есть синоним до слова АЛЕ, НО. Замиас тримацься РЕЧКИ, вместо того, чтобы держаться ближе к реке, да, тримацься чЕгось, то есть быть к чему-то ближе, держаться околе чего-то, тримацься РЕЧКИ. Опять РЕЧКА, это от слова РЕКА, РЕЧКА, то есть РЕЧЕЧКА, да, более маленькая форма. РОБИЛА ПЕСШЕ ВЫЧЕЧКИ. РОБИЛА ПЕСШЕ ВЫЧЕЧКИ. РОБИЛА ПЕСШЕ ВЫЧЕЧКА, это экскурсия. Обратите внимание, ЧЦ, ЧЦ, ВЫЧЕЧКИ, то есть ПЕСШЕ экскурсия, НАДЕЛАЛА. РАЗ ПОШЛА, ВИНС, ДО ФРЫЗЕРА, ПОПРОШЕ О КИЛО СЕРА. То есть один раз она пошла к парикмахеру, ПОПРОШЕ О. Обратите внимание, мы конечно можем всказать ПОПРОШЕ КИЛО СЕРА, более вежливой формой будет ПОПРОШЕ О КИЛО СЕРА. И СЕР это она, слово, которое у нас в форме допеўниач, кончутся на А. У нас есть тут самое частое вопрос, в конце у нас будет А или У. Но за словом СЕР мы завсше СЕРА, КИЛО СЕРА. ТУЖ ОБОК была АПТЕКА. ПОПРОШЕ МЛЕКА ПЯНЬДЕКА. ТУЖ ОБОК. ТУЖ это обозначает ВОТ ВОТ, то есть очень, очень где-то близко, где-то рядом. ТУЖ ОБОК то есть совершенно рядом, очень близко, сразу вот тут. ТУЖ ОБОК, сразу рядом, была АПТЕКА. ПОПРОШЕ МЛЕКА ПЯНЬДЕКА. И маме тут слово ДЕКАГРАМ. ДЕКАГРАМ это у нас ДЕСЯТЬ ГРАММ. Мне очень было непривычно, вообще привыкнуть к этой единице измерения, когда я ещё шесть лет назад приехала, и все говорили, ПОПРОШЕ ДВАДЕЩЧА ДЕКА ШИНКИ НА ПШИКУАК, ну и ДВАДЕЩЧА ДЕКА ШИНКИ, это было ДВЕСТИ ГРАММ. То есть ДЕКА это у нас уже ДЕСЯТЬ ГРАМ чего-то, поэтому когда она говорит МЛЕКА ПЯНЬДЕКА, это будет означать ПЯТЬДЕСЯТ ГРАММ, так? ПЯНЬДЕКА, то самое, что ПЯТЬДЕСЯТ ГРАММ. Тут ДЕКАГРАМ на этой единице измерения. Сейчас она уже не такая популярная, не прям так часто её услышишь, но всё равно стоит знать. ДАЛЕЙ. ЗАПТЕКИ ПОШЛА ДО ПРАЧКИ КУПОВАТЬ ПОЧТОВЕ ЗНАЧКИ. Обратите внимание, ЗАПТЕКИ ПОШЛА ДО ПРАЧКИ КУПОВАТЬ МИАХКЕ КУПОВАТЬ ПОЧТОВЕ ЗНАЧКИ. КУПОВАТЬ МИАХКЕ ЧИ. ПОЧТОВЕ ЗНАЧКИ ТВИОРДЕ. Очень важно, чтобы это повторять и повторять, чтобы переходить от Ч к Ч быстрее. ГРЫЗУЩЕ КАЧКИ ОКРОПНЕ, А НЕХТЕН КАЧКЕ ГЕНЩКОПНЕ. ЧТО ТАКОЕ ГЕНЩКОПНЕ? НЕХТО ГЕНЩКОПНЕ, это полная фраза, НЕХТО ГЕНЩКОПНЕ, это то же самое, что НЕХТО ШЛАК ТРАФИ, то есть, допустим, Чёрт его побери, что-то в таком стиле, Чёрт его побери, то есть это ПШЕКЛЕНЬСТВО, когда мы говорим ПУСТНИМ, что-то случится, то мы говорим НЕХТО ГЕНЩКОПНЕ, альбо НЕХТО ШЛАК ТРАФИ, то есть это синонимы. ГРЫЗУЩЕ КАЧКИ ОКРОПНЕ, ГРЫЗДЬ СІ, то есть понятно, что СОРИЦА, ГРЫЗДЬ можно дословно, то есть можно реально что-то грызть, а кто-сь между собой się грызе, это означает, что они СОРИЦА спорят, так, КАЧКИ СІ ГРЫЗУЁЕ, то есть они СОРИЛИСЬ. ЗНОСИЛА ЯЯ НА ТВАРДО И МЯЯЛА ЧЮБЕК С КОКАРДОМ, А ПРИТЫМ НА ПРЕКУР КАЧКОМ, ЧЕСАЛА СІ ВЫКАЛАЧКОМ. ЗНОСИЛА ЯЯ НА ТВАРДО. ЯЯ НА ТВАРДО – это яйца вкрутую. У нас есть яя на менько и на тварду. На менько, то есть они мягкие, то есть они сварены очень мало, не полностью доварены. И на тварду, то есть сварены уже вкрутую полностью. ЗНОСИЛА ЯЯ НА ТВАРДО и МЯЛА ЧЮБЕК С КОКАРДОМ. С КОКАРДОМ, то есть с бантом, да? На ней был бант с кокардом. А ПРИТЫМ НА ПРЕКУР КАЧКОМ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, как здесь Ш, Ш несколько раз появляется, да? ПРИТЫМ НА ПРЕКУР. Так как у нас в начале П, то у нас оно оглушает следующее, потому что РЗ в целом это Ж. Но так как у нас с начала стоит П, как в слове ПШИ, ПШЕКУР, то мы его оглушаем в целом. А ПШИТЫМ НА ПШЕКУР КАЧКОМ, да, то есть вопреки, наперекор другим уткам, ЧЕСАЛА СЄ ВЫКАŁАЧКОМ. ВЫКАŁАЧКА это зубочистка, так? ВЫКАŁАЧКА. Ну, можно себе вобразить, да, что-то можно sobie ВЫКАŁАЧКОМ, так как бы выдастать, не знаю, трудное слово zawsze было, зубочистка. ЧЕСАЛА СЄ, ЧЕСАЦ СЄ, то есть раз СИОСЛА, co? Идземы далее. КУПИŁА РАЗ МАЧКУ ПАЦКЕ, БЫ ПИСАЦ ЛИСТ ДРОБНЫМ МАЧКЕМ. Здесь очень сложное предложение. КУПИŁА РАЗ МАЧКУ ПАЦКЕ, ЧЦ, ЧЦ. А обратите внимание, снова оно ствердое ЧЦ, ЧЦ. МАЧКУ ПАЦКЕ, то есть ПАЧКУ МАКА, да, тут МАЧК, как бы идёт отнесение к слову МАК, так, МАЧК, то есть мы, опять-таки, уменьшительно-ласкательное для слова МАК. ВЫ ПИСАТЬ ЛИСТ ДРОБНЫМ МАЧКЕМ. И МАЧК – это мелкое письмо. Когда кто-то пишет очень-очень меленько, то есть на это название ЧЛИ МАЧК, так, опять-таки, здесь такая игра слов получается. То есть это очень мелкое-мелкое письмо. Когда кто-то пишет маленькими буковками, то все называют МАЧК. ДАЛЕЙ. З'јдајc тасимке старом, говори, что это МАКАРОН. А гдЫ поўкнэла 2 злоте, говори, что отда потен. Да, то есть 11 здесь «зјдајц», czyli «ко робијц», «зјдајц», «зјдајц», «зјдаја», старой лентеўку, тасимка, талинта лентеўка, говори, что это МАКАРОН. Увага, макарон zawsze в лечбе појдинчој в ПОЛСКИЙ, так, то есть МАКАРОНЫ, АЛЕ В ЛЮЧБЕ, в языку БОЛСКИМ, то есть это мы всегда используем в единственном числе это слово. А гдЫ поўкнэла 2 злоте, поўкнэнч, то есть это проглотить, поўкнэнч, тут немножко сложно из «ў» перейти в «ка», так, поўкнэла 2 злоте, да, проглотила 2 злотых, мувија, что отда потом, да, наговорија, что потом отдаст, такая тут шуточка получилась, мАРТВИЛИ СЄ ИННЕ КАЧКИ, ЦО БЕНДЕ З ТАКЕЙ ДЗИВАЧКИ, да, мАРТВИЛИ СЄ, то есть они переживали другие утки, и ко бэнде з такой дзивачки, што из ней оболучи, што из такой странной. Аж врэшччэ зналазуўся кўпец, на објд можно ёоў ўпец. А обратите внимание, изпець в языку польским мамы тут часовник на ц, пец, упец, да, там нет в конце «ч», там только ц, пец, упец, то есть изпець, запець и так далее. На објд можно ёоўпец. ПАН КУХАРШ КАЧКЕ СТАРАННЕ ПЕКЮ, ЯК НАЛЕЖИ В БРЫТВАННЕ. Опять, пеку, так? Пец, но, спряжение глагола «пеку», он пеку. Пеку, ЯК НАЛЕЖИ В БРЫТВАННЕ. Брэдфанна – это такой противень, да, для запекания, такая большая штучка, мы вам сюда на экране покажем картинку. В Брэдфанне. ЛЕЧ ЗДЭМБЯЛ ОБЯД ПОДАЄЦ, БО СКАЧКИ ЗРОБИЛ СЄ ЗАЄЦ, В ДОДАТКУ ЦАЛЫ В БУРАЧКАХ. ТАКА ТО БЫЛА ДЗИВАЦКА. ЗДЭМБЯЛ. ЧТО БАЗНАЦАЦІ ЗДЭМБЯТЬ? ЗДЭМБЯЛ, ТОЕСТЬ ОН КАКБЫ АДЗИРИВЕНИЛ, да, АЖ ЕГО… НЕ МОГ ОН ДВИГАЦА ПРОСТО, ЗДЭМБЯЛ, да, ОТ НЕАЖИДАНОСТИ, ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВИЛСЯ, НЕ МОГ ДВИГАЦА. А ЦЕПИНИЛ, МОЖНА СКАЗАЦ. ОБЯД ПОДАЄЦ, ЦО РОБЯЁЦ, да, БУРАК, ТАК В ПО ВЕНЦИКУ ПОЛЬСКИМ, БУРАЧКИ, ЭТО ЧАЩЕ ВСЕГО ОБЯСНЕНИЕ УЖЕ ГОТОВОГО БЛЮДА, ТАМ БРО БУРАЧКИ МОВИМЫ, КОГДА ОНИ УЖЕ ГОТОВЫ, ТО ЕСТЬ ОНИ ОБЫЧНО ИЛИ ОЧЕНЬ МЕЛКО ПОРЕЗАНЫ, ИЛИ НАТЁРТЫ, ЭТО СВЁЕКЛА, В БУРАЧКАХ, ЦАЛЫЕ В БУРАЧКАХ, ТО ЕСТЬ В ТАКОЙ ВОТ СВЪЕКЛЕ, КАКА ПО БЫЛА ДЬЮВАЧКА, ТО ЕСТЬ ТАКАЯ ЭТО БЫЛА СТРАННОЕ УТКА, ДЬЮВАЧКА, ДЬЮВАЧКА ЭТО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ УЖЕДА, КОТОРАЯ ОБОЗНАЧАЕТ СТРАННОГО ЧЕЛОВЕКА, ВОТ ТАКОЕ ВОТ СТИХОТВОРЕНИЕ, ОЧЕНЬ НАПОЛЕННОЕ ВСЯКИМИ МЕТАФОРАМИ, И ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ. НУ ЧТО, ДАВАЙЦЕ ПОДЫТУЖИМ И ПРОЧИТАЕМ ТЕПЕР ВСЁ ВМЕСТЕ, У ВАЗ НА ЭКРАНЕ БУДЕТ ТАЙВЛЯЦЕ ТЕКСТ, ТАКШТО СЛЕДИЦЕ ЗА МНОЙ, ЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗА МНОЙ, ПОЕХАЛИ. КАЧКА ДЬЮВАЧКА, НАД РЕЧКОО ОПОДАЛ КРЦАЧКА, МЕШКАŁАЛА КАЧКА ДЬЮВАЧКА, ЛЕЧ ЗАМИAST ТРИМАТЬ СІЕ РЕЧКИ, РОБИŁА ПИŻЕ ВЫCIEЧКИ. РАЗ ПОШЛА ВИЦ ДО ФРЫЗЕРА, ПОПРОШЕ О КИЛО СЕРА. ТУЖ ОБОК БЫЛА АПТЕКА, ПОПРОШЕ МЛЕКА ПІЦДЕКА. З АПТЕКИ ПОШЛА ДО ПРАЧКИ, КУПОВАЦ ПОЦТОВЕ ЗНАЦКИ. ГРЫЗЛЫ СЄ КАЧКИ ОКРОПНЕ, А НЕЧ ТЕН КАЧКЕ ГЭЩ КОПНЕ. ЗНОСИŁА JАЯ НА ТВАРДО И МЯЯЛА ЧЦУБЕК З КОКАРДО. А ПРИТЫМ НА ПРЕКУР КАЧКОМ ЧЕСАŁА СЄ ВЫКАŁАЧКОМ. КУПИŁА РАЗ МАЧКУ ПАЧКЕ, БЫ ПИСАЦ ЛИСТ ДРОБНЫМ МАЧКЕМ. ЗЯДАЄС ТАСИЕНКЕ СТАРОМ, МОВИŁА, ЖЕ ТО МАКАРОМ. А ГДЫ ПОŁКНЕЛА ДВА ЗЛОТЕ, МОВИŁА, ЖЕ ОДДА ПОТЕМ. МАРТВИŁЫ СЄ ИННЕ КАЧКИ, ЧО БЕНЦЕ З ТАКИЙ ДЗИВАЦКИ? АЖ ВРЕШЦІ ЗНАЛАЗŁ СЄ КУПИЦ, НА ОБЯД МОЖНА ЙОУ УПІЦ. ПАН КУХАРШ КАЧКЕ СТАРАННЄ, ПІКУ, ЯК НАЛЕЖИ В БРИТФАННЄ. ЛЕЧ ЗДЭМБЯŁ ОБЯД ПОДАЄС, БО СКАЧКИ ЗРОБЮЩЕ ЗАЁНЦ, В ДОДАТКУ ЦАЛЫ В БУРАЧКАХ, ТАКА ТО БЫЛА ДЖИВАЧКА. ТО БЫЛО ТОЛЕ НА ДЮЩЕ, ЭТО БЫЛА ВСЁ НА СЕГОДНЯ. СОВЕТУЮ ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРИТЬ СЕБЕ ЭТО СТИХОТВОРЕНИЕ, ИГО ПРЕЧИТАТЬ, ПОТОМУ ЧТОТУТ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО ВАЖНЫХ ЗВУКОВ, ТАКИХ КАК Ч, И КАК ОНИ ЗДЕСЬ ПЕРЕХОДИТ, ИЗ ОДНОГО ЗВУКА В ДРУГОЙ, ТАК ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕНИРУЙТЕСЬ ЕЩЕ НАД ПРОИЗНОШЕНИЕМ. ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ТАКОЙ ФОРМАТ, СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВЛЯЙТЕ КОММЕНТАРИИ, ЧТОБЫ Я ЗНАЛА, ПРОДОЛЖАТЬ ЛИ ДЕЛАТЬ ТАКОЙ ФОРМАТ. ТАКЖЕ СМОТРИТЕ В ОПИСАНИЕ ПОД РОЛИКОМ, ТАМ БУДЕТ ССЫЛКИ НА РАЗНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ КУРСЫ, КОТОРЫЕ НАС СЕЙЧАС ПРОХОДИТ, ПОТОМУ ЧТО У НАС ЕСТЬ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ, ГРУППОВЫЕ УРОКИ, ВИДЕО УРОКИ НА ПЛАТФОРМЕ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ТАК ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ, СКОРО БУДЫТ НОВЫЕ НАБОРЫ, НА ПРОШЛОМ КУРСЕ НА С 0 ДО 2 У НАС БЫЛО 84 ЧЕЛОВЕКА, ОЧЕНЬ МНОГО, ПОТОМУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРАНИЕ, ЧТОБЫ ВАМ ХВАТИЛО МЕСТА, СЕЙЧАС УЖЕ ИДЁТ НАБОР НА ОКТЯБРЬ, А С ВАМИ БЫЛА ЮЛЯ, КАНАЛ ПОЛЬСКИЙ ТУ, И ТУТ МЫ УЧИМ ПОЛЬСКИЙ, ДО ЗАБОРЖАНИЯ, ПА-ПА!